Приветствую на своем канале всех любителей рисования. Здесь я делюсь с вами своими приобретенными знаниями и накопленным опытом, которые могут пригодиться начинающим художникам. Учиться никогда не поздно. Начать рисовать можно в любом возрасте. В рисовании скетчей не нужно сильно задумываться, что бы такое нарисовать. Рисовать можно все. Если быть наблюдательным, то жизнь сама подсказывает множество сюжетов вокруг нас. Сегодня это будет фонарик на каком-то окне. Рядом с которым сидит задумчивая кошка. Эту фотографию я когда-то сделала в Стамбуле. В одном из своих роликов я рассказывала о отробительно заботливом отношении людей к кошкам в Турции. Итак, смотрим, наблюдаем, рисуем и получаем удовольствие от своего творчества. Если где-то есть кошачий рай, то он в Турции. Кошек там все любят и заботятся о них. Везде расставлены кошачьи домики, поэтому даже уличные кошки чувствуют себя комфортно. Фотографию кошки, которая греется об уличный фонарь, я сделала в Стамбуле. Нарисую этот уютный сюжет, опираясь на знания линейной перспективы и расскажу вам о ней. На целом развороте скетчбука простым карандашом обозначаю рамку рисунка. Чуть ниже середины листа провожу линию горизонта. Фонарь с кошкой размещу на правой стороне разворота. Чтобы понять, как работает линейная перспектива, на линии горизонта сразу отмечу две точки схода. Одну слева и одну справа. Сначала определяюсь с размерами фонаря, прикинув его видимые грани на листе бумаги. Теперь соединяю прямыми линиями внешние, смотрящие на нас углы фонаря, с обеими точками схода. Правая грань фонаря кажется нам более узкой, чем левая. Примерно в два раза отмечаю такую ее ширину и провожу вертикальную линию. На пересечении вертикальных линий с линиями схода находятся крайние угловые точки фонаря. Я соединяю их прямыми линиями с обеих сторон с точками схода на линии горизонта слева и справа. Подчеркну поярче карандашом в серебро видимых граней фонаря и дорисую недостающую дальнюю грань. Какую фигуру мы получили? Прямоугольный параллелепипед, но с кажущимся искажением формы. Так устроено наше зрение. А такое кажущееся искажение формы и размеров предметов в пространстве и называется линейной перспективой. Убираю ластиком лишние линии, чтобы понятнее видеть сам фонарь. С помощью этих же линий схода рисую ступеньку лестницы, на которой стоит фонарь и сидит кошка. Примерно обозначаю ее силуэт и боковой элемент железной двери. Слева за фонарем еще одна дверь из деревянных досок. Их я нарисую, смотря на правую точку схода. Линии досок сходятся туда. Рисую дверной косяк и верхние доски. Все их линии сходятся в правой точке схода. Стираю ластиком все вспомогательные линии и подправлю нужные оставшиеся линии. Теперь нужно показать окошечки фонаря. Их шесть на каждой грани. Делю вертикальной линией левую грань пополам, но с учетом искажения размеров. Теперь делю переднее ребро фонаря на три части. Отмечаю на нем две точки. И соединяю их прямыми линиями с обеими точками схода слева и справа. Делю пополам вертикальной линией правую грань с учетом искажения. Все оконные перемычки на левой грани фонаря рисую, смотря на левую точку схода. Это очень важный момент, который всегда надо держать в голове, чтобы рисунок выглядел убедительно для зрителя. Все перемычки на правой грани фонаря рисую, глядя на правую точку схода. Правая грань фонаря кажется нам более узкой, поэтому все перемычки тоже кажутся более узкими. Хотя в реальности они все одинаковые, но так устроено наше зрение. Сейчас рисую подсвеченные пламенем свечи грани перемычек, которые мы видим. Их довольно много. Ну вот, я нарисовала кису, прислонившуюся к теплому фонарю, а на кнопку записи видео нажать забыла. Придется еще раз ластиком стереть новые вспомогательные линии и подлечить оставшиеся нужные. Опытные художники рисуют сразу без вспомогательных линий, но мы пока тренируемся. Еще раз обращаю внимание на то, что все прямые линии я сейчас провожу, смотря на правую точку схода. Причем часто точки схода могут находиться не на листе бумаги, а только в нашем воображении. Это еще один важный момент в рисовании. Вот так выглядит эскиз рисунка со всеми вспомогательными линиями без них. Перед началом обрисовки карандашных линий линером внимательно приглядимся, как распределяется круговой свет от свечи фонаря и где нужно закончить обрисовку. Стираю ластиком лишние карандашные линии и беру коричневый линер с толщиной головки полмиллиметра. Начинаю обводить им все карандашные линии. Сильно давить на бумагу не нужно. Постарайтесь вести руку свободно, без напряжения. Не спешите. У каждого художника свой темп рисования. Можно и помедитировать под музыку. Не старайтесь проводить линии плавно и красиво. Легкая волнистость линий допускается и даже придает рисунку легкую небрежность. Главное не проводить несколько раз линером по одному и тому же месту. И по возможности лучше не прерывать линию на цельном участке какого-то фрагмента рисунка. Ускоряю запись, чтобы не занимать много вашего времени, которого сейчас у всех мало. У каждой поперечной перемычки вижу три грани. Попозже мы их покрасим в разные цвета. Обрисовываю металлический держатель фонаря с ручкой. Предварительный эскиз я делала карандашом 2B. Он довольно мягкий, поэтому бумага слегка запачкалась от движения моих рук. Зато он лучше виден на экране. Во время рисования я бумагу поворачиваю. Рисовать надо так, как удобно руке. Главный результат и удовольствие от процесса рисования. Дошла очередь до кошечки. Я специально провожу линером слегка волнистые линии, чтобы передать ощущение ее пушистой шерстки. Показываю на ней полоски. Крупные наверху и мелкие на хвосте. Она так деликатно поставила передние лапки и заботливо укутала их своим хвостиком. На улице в тот вечер было весьма прохладно. И она, видимо, решила погреться у теплого фонаря. Рисую кошке глаза, нос и рот. Интересно, что у кошек место соединения носа и рта похоже на логотип Мерседеса. Дорисовываю доски, косяк и стираю клячкой все карандашные линии. Смахиваю мусор и замечаю огрех, который нужно исправить. Видите, нижнюю рейку фонаря я обрисовала неправильно. Вот так она должна идти. Этот огрех можно исправить с помощью макетного ножа. Очень деликатно, без сильного надавливания, снимаю верхний слой бумаги. Стираю ластиком грязь и провожу сначала простым карандашом линию, глядя на точку схода слева. Я приставила к ней свой палец. Затем обрисовываю проведенную линию линером. Все, ошибка исправлена. Рисунок готов к покраске, а вот сделаем мы это в следующем ролике. Если это видео было вам познавательно, пожалуйста, поставьте ему лайк и подпишитесь на мой канал. Это поддержит мои усилия по его развитию. Благодарю за просмотр. На сегодня все. С вами была Елена. Пока.